Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим про Vivo Y27S. Мне постоянно хочется сказать, честно, V27S, потому что 27-я модель тоже у них недавно была. Вообще, у Vivo есть три серии, да, это X-ы, самые старшие, это флагманы, которые, к сожалению, к нам в Россию не возят. Есть V-шка, которая у нас самая старшая в России, но это середняки по факту, там с ценами бывают очень-не очень. И Y, это самая младшая серия, самая дешевая, но не все так просто получается. Вот сегодня мы и посмотрим на новый Y и выясним, а стоит ли вообще за V-шку-то деньги платить. А вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы начинаем, как обычно, с его характеристик. Комплект, соответственно, чехол ТПУшный прозрачный, тыкалка-скрепка, блок питания на 44 ватта, кабель и бумажки. Ну, в общем, стандартный набор нормального смартфона. Ну, когда смотришь спереди на этот самый Y27S, ты понимаешь, что это все-таки младшая серия, а все потому, что есть вот эта капля. Капля, по-моему, фирменное такое обозначение более дешевых вариантов. Технических каких-то особенностей, требующих этой самой капли, конечно же, нет. Ну, и сразу покажу, да, это IPS-экран, очень хороший по цветопередаче. К сожалению, моя камера далеко не такая хорошая, чтобы показать весь этот цвет. Но вживую очень комфортный, такой правильный, без перегрузов, с возможностью настройки, как обычно, цвет. Да, естественно, все работает на фирменной оболочке, все очень быстро бегает, я даже не знаю, как к нему там придраться, все замечательно совершенно, очень комфортно. Сверху слот под симки, причем там две симки плюс карточка памяти, не требующая избавления от одной из симок, и второй микрофон. Сбоку регулировка громкости и кнопка питания с дактилоскопическим сенсором. Снизу микрофон, динамик, USB-C и ура-ура, в младших ставят все-таки выход на 3,5 миллиметра, это здорово. Ну и задница, довольно интересно решено, такие квадратики, вживую они выглядят как объемные пухлые такие подушкообразные штуки. Это зеленый цвет, существует еще какой-то такой темно-темно-красно-коричневый, для тех, кому вот такой зеленый гламурный не нравится, хотя, честно говоря, он достаточно вживую спокойный, то есть, ну я бы не сказал, что он прям какой-то детский, какой-то глупый, нормальный такой приятный, комфортный цвет. Тоже, в общем, спокойный, хоть и довольно светлый. И две камеры, да, это основная камера и, ну, бакешная камера, которой по факту нету, которая не участвует в непосредственно съемке чего-то. Плюс вспышка, все, все довольно просто. Камера, естественно, одна, поэтому на двухкратку можете не обращать внимание, это чисто цифра. Зато есть режимы ночь, портрет, всякие фото, видео, есть дополнительные режимы, там, с двойной экспозицией, с интервалкой и 50 мегапикселей, потому что 50 мегапикселей сама матрица стоит. Ну, примеры фото и видео вы можете наблюдать сейчас на экране. Понятное дело, что ждать каких-то супер-шедевров не стоит, но для дешевого смартфона, мне кажется, вполне себе достойный результат. Вы-ва-ды. Ну, время работы, понятное дело, составляет день-полтора, потому что, ну, не самый мощный процессор, 5000 мАч аккумулятор, плюс 44 Вт, а быстрая зарядка, это вполне себе рабочая такая конфигурация, да. В крайнем случае, пошли куда-нибудь, там, попили кофе, где-нибудь сели в кафешечки, у вас он дозарядился, подзарядился, то есть вы без связи вообще не останетесь в этом мире. По сборке никаких проблем нет, мне очень понравилось, то есть, несмотря на то, что все пластиковое, да, сзади вот это вот чувствуется пластиковое, боковина пластиковая, все равно он очень приятный в руке. Да, понятное дело, что он сделан более острым, чем флагман, ну, это, скажем так, некий стандарт. Понятное дело, что каплю сделали тоже для того, чтобы показать, типа, ребята, вы купили Y, это типа не V, это не серединка, хотя технических каких-то, ну, особенностей или потребностей сделать так тоже нет. Ну, и, наконец, отличный IPS-экран. Вот, вроде как бы, органика это, вроде, более дорогое и более старшее, но вот при такой цветопередаче, при таком комфорте, да, 90 Гц на IPS, я не могу сказать, что он плохой. Пожалуй, даже некоторые органики ему просто откровенно сольют, потому что читать прекрасно, шима нету, да, как технология другая. Да, подэкранного сканера нету, но зато сканер на боку прекрасно работает. Понятное дело, что у него не суперпроизводительность, но, с другой стороны, Y-серия не подразумевает этого. А для бытовых задач его более чем достаточно. Ну, вот вам, например, сейчас как раз три теста, которые я его прогнал, вот на экране можете посмотреть циферки. Опять же, да, мы не говорим про игровой флагман, но для каких-то обычных простеньких игр его хватит. Для сети его хватит, для остального хватит. Интерфейс работает быстро. Камера, ну, камера ожидаемо простенькая, да, но, в принципе, в обычной жизни, так вот, без, скажем так, фотофилии какой-то там, вот, фотозадрочничества, его тоже хватит. Она тоже вполне себе приличная. Ребята, она стоит меньше 15 тысяч рублей сейчас. И вот за эти деньги, блин, это очень хорошая машинка, она очень приятная. И если вам не надо, например, какие-нибудь кольцевые вспышки, суперширик, которого здесь нету, то вот присмотритесь, это реально очень здоровский вариант. Вот прям очень приятный. И Vivo, несмотря вот на то, что недавно говорил, что, например, старшие новые V-шки мне не очень понравились из-за цены, то здесь вот я могу, знаешь, сказать, круто, молодцы. За эти деньги однозначно нужно брать. Молодцы. Вот такой вот вывод получается у нас сегодня с вами. Все, на сегодня все, я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok